Здравствуйте, дорогие студенты! Меня зовут Ахжан Балатхаза, я преподаватель кафедры фармакологии имени профессора Мусина. Тема нашей сегодняшней лекции является общий вопрос антибактериальной терапии, что в свою очередь включает такие антибиотики, как бета-локтамы, макролиты, линкозамиты, тетрациклины, аминогликозиды и вторхиналоны. Актуальностью данной темы является то, что антибиотики, они являются в настоящее время часто распространенными лекарственными средствами, что в свою очередь иногда спасает жизнь человеку, но при этом он может приносить целую гамму побочных явлений. И успехом данной терапии является правильный выбор препарата, именно оптимальный для лечения данного больного именно антибактериальными препаратами. Путь введения определяется бедоступностью антибиотика, тяжестью заболевания и также его локализацией именно патологического процесса. Выбор антибиотика заключается в правильном подобранной дозировке способа введения, что в свою очередь может исключить или же уменьшить появление побочных явлений. Классификация антибиотиков по фармакологической группе мы можем разделить на такие группы, как бета-локтамы, которые в свою очередь имеют в структуре бета-локтамное кольцо. Классифицируются на такие группы, как пенициллины, цифалоспорины, карбопинамы и монобоктамы. Также на такие группы, как макролиты, тетрациклины, аминогликозиты, линкозамиты и фторхиналоны. Еще одной классификацией антибиотиков является классификация именно по механизму действия. Первая – это бактериоцидные, что в свою очередь ингибирует синтез компонентов микробной стенки, а также ингибирует функцию цитопазматической мембраны, что в свою очередь она, разрушая стенки, приводит к гибели бактериальных клеток. В данной группе мы можем отнести такие антибиотики, как бета-локтамы, аминогликозиты, фторхиналоны и гликопептиды. Вторая группа – это бактериоэстатическая. Здесь идет ингибирование за счет синтеза именно белка и нуклеиновых кислот. К данной группе мы можем отнести макролиты, тетрациклины и линкозамиты, что они приводят именно к подавлению роста и размножению бактериальных клеток. Пенициллины разделяются на две большие группы, такие как природные и полусинтетические. К природным мы можем отнести бензил, пенициллин и его соли, а к полусинтетическим антибиотикам мы относим препараты, которые преимущественно влияют на грамм положительные бактерии. К ним мы относим такой препарат, как аксоцилин, также препараты широкого спектра действия, это ампициллин и амуксоцилин, и препараты широкого действия, которые направлены именно на синагной палочку, это карбонициллин. К показаниям данной группы мы можем отнести это банальные инфекции мочеводелительной системы, также инфекции верхних дыхательных путей, которые источником являются грамм положительные бактерии. Что касается противопоказаний, это аллергические реакции в анамнезе, и так как пенициллины являются малотоксичными из всех антибиотиков, они чаще всего могут вызывать аллергические реакции, при приеме внутрь может вызвать диспептические расстройства и плюс присоединение суперинфекции, как кандидоз, также может наблюдаться боль в эпикастре. Это цифалоспорины, которые имеют 4 поколения, и первые 3 поколения имеют 2 пути введения, это энтеральный и парэнтеральный, и 4 поколение имеет только лишь парэнтеральный путь введения. Первое поколение парэнтеральное, к нему мы относим цифазолин, к пероральным мы относим цифалексин, второе поколение парэнтеральное это цифраксин, пероральное это цифоклор. Третье поколение это парэнтеральное цифтриаксон, цифотоксим и перорально это цифексим. И четвертое поколение парантериальный путь ведения это у нас цифепин или же цифпером. Что касается именно показания данной группы, первое поколение именно у нас направлено на антистафилококковую терапию. Второе поколение они также действуют на антистафилококковую активность, но также действуют на грамм отрицательные микроорганизмы. Третье поколение они эффективны при стафилококковой инфекции, но преимущественно они эффективны только при грамм отрицательной микрофлоре. И четвертое он имеет очень широкий спектр действия и действует также на грамм отрицательной и грамм положительной инфекции. Что касается нежелательных эффектов, мы можем также наблюдать аллергические реакции, нефротоксичность, нейротоксичность, гематотоксичность и гепатотоксичность. Следующая группа это у нас карбопинемы. Также они имеют два поколения. Первое поколение это имепинем, тена и второе поколение у нас является это меропинем. Данная группа у нас является новым классом бета-локтамов и имеет также широкий спектр действия и является препаратом из резерва, которые используются при тяжелых внутрибольничных инфекциях, таких нозологиях, как сейпсис, спиритонит, пневмония, у которых есть устойчивость к другим антибиотикам. И побочным эффектом являются это антибиотические расстройства и раздражение, аллергические реакции на месте его введения. Следующий слайд. Четвертой группой является это манабактама. Представителем является острионам. Он может быть альтернативой именно аминогликозидных групп. Также он высокоэффективен именно при грамм отрицательных микроорганизмах. Также может применяться при комбинации с другими препаратами. И побочный эффект аналогичен как в других группах. Следующая группа это у нас макролиты, что в свою очередь классифицируется как природные и полусинтетические. К природным мы относим эритромицин, олиандомицин, а к полусинтетическим мы можем отнести азитромицин, кларитромицин. И также эти группы являются препаратами широкого спектра действия и также оказывают грамм отрицательные бактерии. Следующий слайд. Следующая группа является это у нас линкозамиды. Представителем это является линкомицин, кландомицин. У них узкий спектр действия и они действуют только на грамм положительные бактерии. Они быстро устойчивые и побочным эффектом отличающим является псевтомембранозный колит. Тетрациклины также классифицируются на природные и полусинтетические. Природным мы относим тетрациклин, оксид тетрациклин, а к полусинтетическим мы относим метациклин. Все они имеют бактериостатический эффект и обладают широким спектром действия. Основным показанием является инфекция дыхательных путей. Что касается противопоказания, у них есть ограничение детского возраста до 12 лет в связи с тем, что идет рост ребенка и, возможно, наблюдается побочным эффектом, может наблюдаться нарушение именно развития костей и зубов. Также противопоказанием являются тяжелые патологии печени и почек. Что касается побочного эффекта, дислептические расстройства и может наблюдаться нарушение развития костей и зубов. Аминогликозиды. Данная группа у нас плохо всасывается внутрь и поэтому чаще всего его применяют парентерально. Представителями данной группы являются гентамицин, амикоцин, табромицин и показаниями являются инфекции именно стафилококковой инфекции, энтерококковой, амикоцина, синегнойная палочка инфекции и нитилмицин используются при ХПН. Побочные эффекты именно аминогликозидов у нас являются нейротоксичность, нейротоксичность, нефротоксичность и ототоксичность. Следующая группа это у нас фторхиналоны, которые в свою очередь имеют два поколения. Первое поколение это цифрофлоксоцин, офофлоксоцин, второе поколение это левофлоксоцин. Показаниями также являются инфекции верхних и нижних дыхательных путей, кишечные инфекции, инфекции мочевыводящих путей, менингиты, которые вызваны именно грамм отрицательной флоры. Противопоказаниями есть ограничение возрасте, это дети и подростки до 18 лет, пожилой возраст. И побочными эффектами мы можем наблюдать такие как артропатии, артрологии и миологии. Спасибо вам за внимание, лекция окончена.